Я, как многодетная мать пятерых детей, от безысходности уже обращаюсь к вам, господин президент. Потому что моим обращением по всем инстанциям никакого ответа, удовлетворяющего меня, не получала никак. В 2011 году семья Колдановых приобрела дом у фирмы «Намат». Был составлен предварительный договор. Жилплощадь находилась в залоге у Форте-банка, но по обещаниям фирмы в течение 10 дней должна была перейти на имя новых хозяев. С того момента для семьи начались приятные хлопоты по благоустройству ровно на три года. Приходят уведомления о веселении, о незаконном нашем проживании в этом доме. Чтобы прояснить ситуацию, мы решили поговорить с главой фирмы. Оказалось, там некоторые перемены, поменялась вся глава фирмы. И новые владельцы не хотели нам все это возвращать, то есть отдавать этот дом. Дом пришлось покинуть. Дальше последовала череда судебных разбирательств. И Верховный суд все-таки обязал фирму «Намат» вернуть деньги многодетной семье. Четыре года решение существует на бумаге, а вот воплощать его в жизнь никто не собирается. Как это делается? Судебный исполнитель берет, приступает к исполнению. В этот момент фирма «Намат» Халданов подает в суд заявление о признании его банкротом. Естественно, суд рассматривает, разбирается и отказывает им. Он подает апелляционную жалобу, областной суд ему опять же отказывает. Но за это время проходит время, месяца два-три. Потом, после этого, естественно, судебный исполнитель заново приступает к исполнению. Через 10 дней Халданов опять подает исковое зрение. Господи, Адикенов опять подает исковое заявление о признании фирмы банкротом. Таким образом, в течение трех лет, 7-8 раз Адикенов подает заявление о признании фирмы банкротом или на реабилитацию. За это время при таком нарушении закона любое юридическое физическое лицо давно должно быть привлечено к уголовной ответственности. Одним из собственников фирмы «Намат» является СПК СРРК. Дочернее предприятие экс-заместителя Акима Карагандинской области. Компания принимает участие во всех судебных тяжбах, но никак не влияет на ускорение исполнения предписания. Эту же позицию занимает и департамент госдоходов. Налоги знает о том, что он тоже должен государству. Но ни в одном процессе они против вот этого иска не выступают. То есть бездействует. Понимаете, и вот это вот действие СПК СРК и таким госдоходам, органам госдоходов, помогает КГС Адикенову, чтобы дальше он как-то не исполняет решение суда. В августе Караганду посетил советник президента Аида Балаева. Она ознакомилась с ситуацией и дала поручение госструктурам разобраться. Но сдвига в деле все еще нет. За воросток государственного имущества, невыплату налогов в размере 137 миллионов тенге и воспрепятствие исполнения постановления суда так никто не несет ответственности. На данный момент многодетная семья живет в маленьком доме на окраине города. Вся надежда Гульжан Колдановой на вмешательство лично главы государства. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.